Не нудно и без академического тона. Именно так говорили о современной литературе писатели Павел Вольвач и Владимир Шавкашитный со студентами Запорожского национального университета. О новинках в литературе и особенностях творчества современных украинских авторов узнавала Ирина Погоренная. Встреча с писателями всегда создает немалый ажиотаж в читательских кругах. Особенно запорожцы рады общению с земляками. Сегодня в Запорожском национальном университете побывал поэт и прозаик Павел Вольвач, проживший в Запорожье половину своей жизни. Презентация его новой книги «Крещатик Плаза» собрала полный зал студентов. Говорит, несмотря на то, что давно покинул Запорожье, оно его никак не оставляет. Это второе прозаическое произведение Вольвача. Но тесно переплетающееся с предыдущим романом Кляса. Если в первой книге автор говорил о Запорожье, то во второе описаны киевские реалии, что является частичкой автобиографии писателя. Вот прошло много лет, и цей нео-махновец упоминается уже в антураже Киева, уже в совсем в иншем часе, в иншем дубе. И он работает на радио «Свобода». И вот на этом утле, такому складному, отбываются его пригоды. И все это плавно охотится до помаранчевой революции. Вместе с Павлом на презентацию приехал еще один украинский писатель, а также издатель книги «Крещатик Плаза» Владимир Шавкашитный. Говорит, что для него поэзия запорожского самородка – одна из самых любимых. Когда поэт пишет прозу, это совсем меньше проза. Эта проза насыщена, много, фольеристично много, в ней вирует життя. Потому что поэт мыслит образами. И сколько бы не ховался за, как я скажу, сколько бы не не одягал овечу шкуру прозаика, а все равно звериный оскал поэта из-под ней пробивается. В целом, как отмечалось на встрече, сейчас украинская литература переживает своеобразный ренессанс. Об этом свидетельствует плеяда талантливых писателей со всех регионов Украины. К слову, до публикации романа Павла Вольвача «Крещатик Плаза» в издательстве «Украинский приоритет» от рукописи отказались два украинских издательства. Сейчас же книга набирает популярность. Например, на Львовском форуме издателей все привезенные экземпляры раскупили в первые же дни. Продолжение следует...